Нет, это не горная река, но сплавляться здесь лучше разве что на Байдарках. Дорога от Фряновского шоссе до улицы Заречная уже давно лишь отдаленно напоминает место для передвижения автомобилей. С наступлением весны талые воды размывают и без того разбитое дорожное покрытие. Но главная причина кроется не в погодных условиях. Дороги в ужасном состоянии. Связано это с большегрузным транспортом, который ездит. То есть бетономешалки, грузовики, которые и разбивают эти дороги. По нашим данным, раньше дорога не состояла на балансе ни одной организации. Еще в Советском Союзе ее для собственных нужд проложили предприятия, которые следили за ее состоянием. С распадом СССР большинство предприятий работать перестало, следить за дорогой стало некому. Оставшиеся предприниматели самостоятельно пытались поддерживать дорожное покрытие в нормальном состоянии, но к положительному результату это не привело. Здесь, хотя своими силами, вот, цирк подсыпал, потом рядом организации с нами, они подсыпали. Что подсыпят, что машина прошла большая, она утопила это все, и ехать невозможно. В основном, постоянный поток большегрузного транспорта идет транзитом во Фрязино и обратно, так как на Заречной много промышленных предприятий, обеспечивающих строительный комплекс. По этой дороге водители объезжают пробки на выезде с улицы Заречной на Пролетарский проспект. Но разрушенное дорожное полотно, не рассчитанное на движение тяжеловесных автомобилей, не выдерживает. Ситуация может в скором времени измениться. Дело в том, что распоряжением номер 167 от 26 марта этого года дорога перешла в собственность города Щелково. Есть надежда, что в скором времени проведут капитальный ремонт дороги, а также решат проблему с выездом с улицы Заречной на Пролетарский проспект, тем самым сократив заторы. И, возможно, уже скоро проехать здесь можно будет, не рискуя остаться без автомобильных запчастей. Дарья Соснегова, Михаил Черепанов. Селерадио. Компания Щелково. Эта дорога от Фриановского шоссе до улицы Заречная уже попадала в объектив нашей видеокамеры около года назад. Активное движение большегрузного транспорта и талой воды окончательно разбили и без того хрупкое грунтовое покрытие. Но если на протяжении всего своего существования дорога официально никому не принадлежала, еще в советское время для своих нужд ее построили местные предприятия, то распоряжением номер 176 от 26 марта 2013 года дорога была взята на баланс городского поселения Щелково. Надежды на то, что дорожное полотно приведут в пригодный вид, не оправдались. Сегодня покрытие выглядит так же, если не хуже, чем год назад. А между тем здесь достаточно оживленное движение. По этой дороге объезжают пробку на Пролетарском проспекте. То, что касается обеспечения дорожной деятельности, это входит в обязанности администрации городского поселения Щелково. Это предусмотрено законодательством Московской области, в частности, статья 14 и 131 закона местным самоуправлением. По имеющейся информации администрация провела определенную работу по паспортизации. Только после этого она может тратить финансовые средства на проведение тех или иных дорожных мероприятий. По словам Юрия Алексахина, тех работ, которые наметили городские власти в отношении данной дороги, явно недостаточно. На этот год администрации запланировано проведение мелкого ремонта. Что под этим произойдет? Это произойдет выравнивание и подсыпка щебнем отдельных участков дороги. Асфальтированное в этом году произведено не будет. Однако это представляется самым очевидным решением проблемы. Пока же автомобилистам остается только ждать, когда городские власти приступят к активным действиям. Если в ближайшее время ситуация не сдвинется с мертвой точки, с наступлением весны здесь вряд ли проедет даже внедорожник. Во время войны, по-моему, таких дорог не было, как сейчас. Мы часто по ней ездим на работу, с работы. Мы ломаем машины. И очень просто, действительно, это до невозможности страшная дорога. Уважаемые городские власти, у меня убедительная просьба. Отремонтируйте, пожалуйста, дорогу. Все посетители, которые к нам обращаются за помощью, очень жалуются на эту дорогу. И сотрудники, которые работают в этом учреждении, с такими трудностями преодолевают путь, который идет к нашему зданию. Дарья Соснегова, Михаил Черепанов, Александр Оржевский. Телерадиокомпания «Щелково».